Как отметил Александр Ткачев, в последние годы университет прочно закрепился в числе лидеров среди высших учебных заведений Юга России. Несколько месяцев назад глава региона посещал КубГУ. Тогда Ткачеву показали результаты капитального ремонта и реконструкции, которая последние пять лет шла в университете. Современными стали не только аудитория и уникальная библиотека вуза, но и вся спортивная база. Стадион может принимать соревнования всероссийского масштаба. Построили и открыли в университете бассейн, который студент Кубика ждали без малого 90 лет. Молодежь, прежде всего, выбирает те места для учебы, где интересно, где действительно можно получить настоящую профессию, где сильные преподавательские составы и, конечно, прочная научная база. По себе знаю, когда в свое время принимал решение, куда пойти учиться. Мы говорили о задачах модернизации, прежде всего, вуза, и то, чтобы его специализация и будущие профессии были сориентированы на рынок. И, естественно, я бы очень хотел, чтобы не 50-70%, как в некоторых вузах студенты, молодые люди работают после окончания вуза по специальности, а все 100%, чтобы заранее молодой человек, принимая решение, поступая в тот или иной вуз, он понимал, что это его судьба, это его профессия. Мы ждем, я говорю от имени работодателей, на рынке труда, ждем высококлассных специалистов, креативных молодых людей, способных действительно предъявлять не только настоящее, но и будущее нашего края. Михаил Остапов, занимающий пост ректора уже пять лет, рассказал, что за эти годы серьезно изменилась вся инфраструктура университета. 150 миллионов рублей в вузе потратили на приобретение самого современного научного оборудования. Среди последних громких научных достижений – открытие нового астероида учеными университетской обсерватории, события мирового масштаба. Наш вуз вышел победителем всероссийского конкурса «Программ стратегического развития». Это случилось в декабре 2011 года, и мы смогли привлечь дополнительно 300 миллионов рублей. Кроме гранта, это еще и важный моральный фактор, потому что мы вошли в число топ российских вузов, которые получили столь высокое признание. Мы создали современные условия на большинстве факультетов. На эти цели, наверное, за пять лет потрачено более 100 миллионов рублей. Мы капитально отремонтировали все общежития. Благодарны вам за то, что вы нашли возможность нас поддержать в проекте по плавательному бассейну и выделили 39 миллионов рублей. Так получилось, что этот проект мы реализовали за полгода. Никто не верит, что это произошло, но, тем не менее, это так случилось. Что же касается востребованности студентов кубика на рынке труда, то, как сообщил Михаил Остапов, студенты 4-5 курсов, как правило, уже трудоустраиваются или заключают трудовые контракты с работодателями. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».